Если есть какой-то многоугольник, который разбит на другие многоугольники, неважно с каким количеством сторон, неважно, выпуклые или не выпуклые, то на самом деле формула Эйлера это и есть в точности подсчет луф. Давайте в этом убедимся. Вот представьте себе, есть какой-то граф, который получен так, что мы взяли какой-то многоугольник и его таким вот естественным образом развесали на многоугольнике. Давайте посмотрим. Для этого нужно ввести какие-то обозначения. Количество всех точек, которые здесь есть, всех-всех-всех, вот этих решений, давайте обозначим муфу В. Количество точек, расположенных на границе, обозначим муфой Н. То есть будут вершины внутренние, их будет В минус Н штук. И будут вершины граничные, их будет Н штук. Давайте тогда разбираться с углами. У многоугольников у нас некоторое количество. Какое количество? Г минус 1. Потому что, я повторю, давайте договоримся, что внешние границы тоже границы. Поэтому всего двухугольников будет Г минус 1. Угольников Г минус 1. Давайте у каждого из них напишем сумму углов. Вот здесь вот прошли посчитанные все углы, да, сложили. Здесь прошли, здесь, здесь. Как это вообще написать, как это сформулировать? Ну, один способ такой. Если пройти по внешнему иконту, то мы получим сумму углов Н угольника. А вы знаете, что такое сумма углов Н угольника. Это 180 градусов умножить на Н минус 2. И кроме этого, будут еще углы вот такие. Надо прибавить 360 градусов, умноженное на количество внутренних углов, то есть умноженное на В минус 1. Понятно? Это сумма всех углов на этой картине. Теперь давайте поймем, как это можно было записать по-другому. А вот как. Когда мы с вами проходим по какому-нибудь из многоугольников, то у него сумма величин углов это 180 градусов умножить на количество сторон и минус 2. Отлично. Отлично. Давайте запишем эту форму. 180 градусов умножить на Н минус 2. Давайте отдельно посчитаем вот эти величины. 180 градусов умножить на Н. Отдельно посуммируем. 180 градусов умножить на минус 2. Поехали. Проще всего суммировать эти минус 2. Почему? Потому что это будет 180 градусов умножить на 2 Г минус 1. Потому что каждый в уголе дает одну двойку. Вот она есть, эта двойка. А в уголе у нас Г минус 1. Отлично. Теперь, как суммировать эти 180 умножить на Н? Ну, на самом деле, понятно. Все внутренние ребры будут участвовать в подсчете 2 раза. А вот эти вот внешние будут участвовать в подсчете по одному графу. Поэтому надо на самом деле сделать так. 180 градусов умножить на удвоенное число ребер минус Н. Потому что если мы все ребры посчитаем сначала по 2 раза, а потом внешние выбросить по одному графу, то получится, чтобы внешние посчитали по одному графу, а внутренние по 2. Ну, получилась такая довольно длинная формула. Разделим все на 180 градусов. И получим следующее. Получим, что Н минус 2 плюс 2В минус 2Н равняется 2Р минус Н минус 2Г плюс 2. Справились или нет? Давайте разбираться. Н минус 2Н и минус Н исчезает. Значит, осталось вот здесь вот минус 2, мы ее перенесем направо. И здесь остались 2В, 2Р и минус 2Г. Замечательно. Замечательно. 2В шур. Ну, давайте я ставлю прямо как есть. 2В это 2Э минус 2Д плюс 4. Разделите на 2, получите формулу И. Отлично. Таким образом, действительно, вычисление суммы углов такого благоугольника, это и есть формула И. В пространстве, разрешите мне эти вычисления не проводить, но есть такая замечательная формула. Если вы возьмете сферический треугольник и возьмете его двукранные углы, некая АВС, площадь этого сферического треугольника вычисляется замечательным образом. То есть, надо взять сумму величин двухгранных углов, вычесть из нее Пи и умножить это на Р квадрат. Здесь, скорее, те, кто знает, вот в цифернометре есть такая формула. Соответственно, если взять любой нугольник на сфере, то сложив такие формулы, вы обнаруживаете, что площадь многоугольника это есть сумма его величин двухгранных углов, надо взять двухгранных углов на сфере, и вычесть n-2Пи, то есть сумма двукранных углов, минус сумма углов, соответствующего плоского многоугольника. И все это умножить на Р квадрат. Так вот, если вы возьмете любой многогранный, соответственно, спроецируете его на сферу, вы получите разбивание сферы на какие-то вот эти угольники сферические, запишите для каждого из них площадь, сложите, то у вас получится, что формула Хейлера это и есть выражение для площади. И там все, поскорщайте, включь нажатие.